У меня вопрос к аудитории. Вот то, что я хочу в основном рассказывать по программе, это Super Young Mills, как говорят, на колечке. То есть это огромная ось, свернутая в колечко, как при температуре. И решение, с которым мы будем иметь дело, это решение типа монополий, но точнее дионы, но это тесно связано с обычными решениями на обычном четырехмерном плоском пространстве, которое называется инстантонами. Я не знаю, стоит ли говорить отдельно об инстантонах, потому что буквально они нам не нужны. Но все это исторически началось с инстантонов. И инстантоны играют, вообще говоря, в физике современной огромную роль. Они встречаются очень часто в разных совершенно моделях и в твердом теле очень много. Ну, в общем, всякие нетривиальные топологические вещи в четырехмерии очень часто выходят на инстантон. Поэтому я хотел спросить, можно кратко, я могу кратко рассказать, что такое инстантон, просто для образовательной цели. А могу не рассказывать, а начать прямо с диодных решений в пространстве на колечке, поэтому кратко. Кратко. Ну, хорошо. Инстантон, как таковой, он формулируется без всякой суперсимметрии, это чисто базовое квазоклассическое решение уравнения ядровец. Все формулируется в Эвклидовском четырехмерном пространстве. Что они словаум achei? Продолжение следует... Это так выглядит чистый Янг-Милс в Эвклиде. Там минус между ними или плюс? Нет, это Эвклид. А, в Эвклиде плюс будет, да. В Минковском между ними минус. Это кинетическая лягка. Это потенциально. Значит, речь идет о том, что находится нетривиальное решение уравнений классических. Нетривиальное в том смысле, что можно определить понятие топологического заряда. Значит, водность топологического заряда выглядит так. Это, что называется, дуальная напряженность. Может, без Эпси он тогда... А? Да, без Эпси он может... А, если дуальная, то без Эпси. Да, пардон. Эпси он ходит сюда. То есть, если посмотреть в компонентах, то вот этот губ пропорционально ненавидит. А, если вы возьмете дуальную компоненту электрическую, то она будет пропорционально магнитной напряженности. А ее магнитная, электрическая напряженность. Значит, это плотность топ-заряда. Топ-заряд есть интеграл D4, косвикс. То, что этот топ-заряд, видно из того, что этот кум можно переписать через полное производство. И поэтому интеграл выходит на трехмерную поверхность. Это камень. Видимо, здесь что-то не посылает. А, если показать? Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 то интеграмм будет равен 0. Это логически нетривиальный, который дает что этот потенциал, ну или вот это выражение, на больших х ведет себя вот так. И является в итоге этот к будет вести себя как единица на х в кубе. По моду. Но единица на х в кубе скомпенсируется D3 Х. Но кроме того, если это топологическая и тривиальная калибровка, он будет единиться на х в кубе по величине, но умножиться на нитривиальную функцию углов, которые будут интегрироваться по этой трехсфере окружающей четырехмерной пространства. И это нитривиальная функция углов, то есть по зрению топологии это есть отображение группы СУ-2. Пространство групповое есть тоже трех сфер. И когда у вас а вот это есть матрица поворота из группы СУ-2. И когда вы перемираете любые повороты, то вы пробегаете всю эту трехмерную сферу пространства СУ-2. Ну или другими словами, в группе СУ-2 матрица СУ-2 содержит три генерата, которые и имеют три угла поворота. И в этом смысле нетривиальная матрица, которая дает ненулевой топ-залет, она дает отображение трехмерного пространства группового на трехмерное пространство пространственное Дель-3-Р поверхность трехмерной сферы. Значит, это еще по-другому пишется так. Это целое число. Что это означает? Это так называемые коматопические группы. Оно означает, что когда вы будете интегрировать эту матрицу во всей трехмерной вот этой сфере, обращаем внимание, это в нашем трехмерном пространстве мы когда имеем какой-то там источник он дает поток а у нас окружается трехмерное пространство двумерной сферы двумерной поверхности а здесь четырехмерное пространство окружается трехмерной сферой с размерностью 3 на единицу размерность больше чем мы привыкли там потерями галуза так вот когда интегрируем во всей вот этой пространственной трехмерной сфере то поскольку у этой матрицы нетривиальная зависимость будет от углов то эти углы будут продвигать все пространство групповое С2 которое тоже есть трехмерная сфера и в этом смысле эта матрица отображается она зависит от углов поворота С2 которая бегает и облегает все все групповое пространство С2 это групповая трехмерная сфера а они параметризованы как конкретные функции координат сейчас я напишу ее вновь и поэтому когда вы интегрируете по координатам и пробегаете трехмерную сферу вы пробегаете эта матрица дает отображение я не знаю как это еще сказать вот эта матрица вот Х дает отображение когда Х бегает по трехмерной пространственной сфере то она как матрица поворота пробегает всю трехсферу в групповом пространстве С2 значит пи3 означает что групповое пространство С2 отображается на поверхности трехмерной сферы вот эта тройка это означает з означает что это целое число и смысл этого такой что когда этот интеграл принимает целое численное значение з и это означает что отображение группового пространства С2 что когда углы поворота в группе С2 один раз например пробегает по всей трехмерной сфере по всему групповому пространству то в координатах вы пробегаете одну трехмерную сферу пространства и вот это даст з равное единице отображение один к одному ну более простой пример например если у вас есть одномерность галечика так и вы возьмете например интеграл X mu A mu A mu выходит на калибровку на бальчике Higgs то ли так то ли на бальчике далеко это условно можно переопределиться но если это апельевское поле то матрица поворота альфа есть протеи степени и альфа которую можно сделать от X так и поэтому это будет демю альфа X потенциал на больших X выходит на чистую калибровку но калибровка может быть ревиальна интеграл от нее по замкнутому контуру по калибровку я начал отсюда проинтегрирую и вернусь сюда если альфа тривиальна то она в этих двух точках совпадает и интеграл будет равен нулю но альфа может быть нетривиальна то есть альфа X выйдет на угол вот даже злого и тогда будет интеграл по d fi модуль сократится и будет интеграл однорядно трог fi по d fi и все ну тут еще надо однагмируется и это будет единица вот это обзарядка что вот такая это нетривиальная топологическая калибровка это потенциал с одной стороны выходит на калибровку на больших целях напряженность выходит на ноль но калибровочная функция прямая значит вот то что я хотел здесь сказать это формально выглядит так угол рактангенс рактангенс их на y конечно это можно как-то коврянно записать ну ладно короче альфа выходит на угол который из артангенс это самое поэтому производная от альфа по модулю это порядка единицы на x так сама альфа порядка единицы но при интегрировании здесь dx это есть r df это интегрирование по колечку фиксированное радиус r интеграл идет по углу ну и альфа будет тоже идея вот это а будет единица на r и умножить на а короче фиксированная компонента а это будет просто единица на r и вот эта вещь это единица на r где вы это написали вот дифференциал от него от него фактически останется только фи компонент а вот это афи ну и поэтому произведение вот это это произведение этого на это ну и все получается интеграл не триллиарно это простейший случай который на этом языке выглядит так что пи один на тасс один у один лучше сказать у один только это компактная у один она определена на компактном пространстве я могу разрезать колечко и развернуть его в одну бесконечную прямую да это будет не компактная у один а это компактная когда ну ясно короче по картинке так вот пи один от компактной у один равно з то что здесь написано вот это я не уверен что правильно написано вот это правильно написано но я здесь могу достать целое число и поэтому когда у меня координата будет пробегать один оборот в групповом пространстве я могу сделать з оборот это будет тогда топ-заряд равный не единице а з отображение будет так что когда я в координатах пробегаю один раз окружность в групповом пространстве один которое тоже есть колечко я пробегу за этот раз но важно то что это целое число потому что требует потому что это компактное пространство и начальная точка и конечная точка склеили поэтому вы делаете обязательно замкнутый путь в кардинабном пространстве он должен соответствовать замкнутому пути в групповом пространстве ну и вот по этой причине у вас отображение может быть только кран целое слово а это обовсение эти гомотопические группы они все так сказать разобраны есть целый список кто какие отображения дает язык на групповое пространство для любой группы компактной есть явный вид этой матрицы она достаточно проста ну еще страшно надо его налить вот 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 эта матрица У, которая это просто стёр, да, топологическая матрица, она выглядит так. x4 это мнимое время в их клинике, а это положительное фридовское x2 четырехмерное. Это унитарная матрица. И если у вас потенциал топологически нетривиален, то он асимптотически, ещё раз говорю, выходит на У1. Если он выходит на эту матрицу, так, теперь вы берёте, вот этот вид подставляете сюда. И потом интегрируете по трёх сфер, и вы получите единицу. Видно, что в смысле модуля это x делить на корень из из квадрат, она по модулю . Это чисто угловая матрица, короче. Одна производная даст единица на r по модулю. И поэтому вот эти члены оба, они ведутся как единица на r в кубе. И это по модулю сокращает их. Как логарифмически расходится со среды? Нет, не расходится. Всё сходится, даёт единицу. Это условная запись D3r. На самом деле вот это D3r, она имеет такой вид. Rq D3r. Это интеграл по углам, профиксирован на m. Эта сфера радиуса r фиксирована, а интеграл идёт по её углам, трем углам, которые, когда бегают, вы покрываете поверхность этой сферы. Вот так же, как здесь, этот интеграл реально идёт по углу. R фиксирован. R вообще не интегрируется. Ну а здесь тоже самое, только R в кубе. Вот, на самом деле. То, что я хотел здесь написать, оно на самом деле имеется такой. Интеграл идёт по поверхности, трёхмерной сферы фиксирована в радиуса r. Ну хорошо. Так вот, нам можно найти решение классических уравнений Янгмилса, которые имеют вид, например, Gm, 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 это уравнение второго порядка, потому что у меня само есть первая производная. А, да, пардон. Значит, что тут нетривиального с этим ещё вектором k? Значит, можно проверить. То есть, я сделаю тривиальную перекалибровку потенциалу, когда эта матрица топологически тривиальна. В смысле, интеграл нуду по углам, да? Ну-ка. Интеграл от k. Значит, если сюда ещё раз говорю. Вот что это калибровочный потенциал. Его надо подставить сюда и проинтегрировать по поверхности трёхсферы. И вот это есть топ-заряд. Для топологически тривиальной калибровки вы получите ноль. Для топологически нетривиальной, например, вот такой. Вы получите единицу. Я сейчас что-то скажу, но, честно говоря, уверенности у меня нет. И что? Было такое. У меня в голове почему-то сидит. Если я сделаю тривиальную перекалибровку, то на самом деле он будет инвариант. Но он будет инвариант в каком-то не в абсолютном таком дубом смысле, а что-то к нему добавится. Что-то... не могу сформулировать. Короче, в любом случае, если я сделаю нетривиальную перекалибровку, формально на вид он вообще не калибровочный вариант. Так? Но вы видите, что его дивергенция является. Это калибровочный вариант. Это G на G2. Это явно градиентный вариант. Ну поэтому очень специфическая такая вещь. Сам вектор не является явно калибровочным вариантом, а его дивергенция является. Но у нас были такие примеры. Не помню, какие у нас были. Пример аксиальный на море это не тот пример. Аксиальный на море это не тот пример. Аксиальный на можно придумать такие примеры, что под знаком дивергенции калибровочный вариант. Если вы посмотрите, какая добавка идет от перекалибровки. И потом, если эти дивергенции, то она, то, естественно, эта добавка занулится. Она вот так хитро очень устроена. Ну, тут можно сейчас. Хорошо. Так, короче, возвращаюсь. Мы хотим найти решение. Такое, что напряженность на больших икс убывает. Но потенциал, хотя и выходит на калибровку, но эта калибровка такая нетривиальная, соответствующая топ-зарядной единиц. Ну вот это решение называется инстантоном. Значит, как оно выглядит? С топ-зарядной единиц, который, да? Да. Ну и антиинстантон, это тут будет минус, и у него будет топ-заряд минус единиц. Он крутится в обратную сторону. Так же, как здесь. А может выйти на калибровку, которая пробегает по часовой стрелке, а может выйти на ту, которая пробегает против часовой стрелки, и интеграл будет не плюс единиц, а минус единиц. Топ-заряд минус единиц или плюс. Так, тут есть в этом смысле оба решения. Да. Так вот, как выглядят эти решения? Значит, фокус там такой. Это какой-то аналог, не какой-то, а просто аналог БПСных решений, да? Только я их сейчас никак не пойму. Поляков? Да. Значит, это работа Беловин, Поляков, Шварстюбкин, 75-й год. Они написали это явное решение инстантонное. Но, как-то. Значит, на этом инстантонном решении, короче, в Эвклиде, ЕА, ну просто без А стал матрицей, это все равно. Равно плюс-минус H. Ну, плюс, например, это инстантонное, с топ-зарядом плюс единица, а когда Е равно минус H, это антиинстантонное. Но видно, что где этот топ-заряд, который Е на Ваш. Стёкли. Вот. Вот эта штука, она есть не на H. Ну, и свёртка, если в матрицах, то нужно писать трейд. Ну, так видно, что если я заменю H на минус H, то топ-заряд просто тупо меняет знак. Если у Вас для одного решения он был плюс единица, например, для этого, то заменил вот так, Вы получите топ-заряд минус единица. Так? Но... Вот это есть уравнение, на самом деле. Если написать напряжённость Е в явном виде... Она же не линейная. Ну, если взять от неё ноль-гитровый компонент, то это будет Е. А если взять две пространственные компоненты, это будет трёхмерный эпсилен свёрнутый с H. Напряжённость магнитная. Поэтому, на самом деле, это очень нетривиальное. Но я буду дальше говорить про плюс, чтобы конкретно. Это очень нетривиальное соотношение. И это уравнение дифференциальное первого порядка на потенциал. Вот это. Так вот, я никак на глаз сейчас не могу понять, что если я буду иметь решение вот этого уравнения, то решение вот этого получится, что оно автоматически это удовлетворяется. Это очень просто как-то. Вот это уравнение к тому, что Е равно H, это то же самое, что Ж и Миню равно Ж и Миню дуально? Да. Ну, тогда из того же Сальбянки можете просто отследовать. То есть, Сальбянки выглядит так. А, ну да. Вот это то же Сальбянки. Так? А вот это уравнение Янг-Минус. Так вот, если Ж равно Ж и Миню дуально, Е равно H, это значит, что Ж равно Ж и Миню дуально. Плюс или Миню дуально? Вот откуда хорошо видно. Ну, тогда это будет одно и то же уравнение. Но это удовлетворяется само по себе дозественно. Так? Поэтому, если вы удовлетворите, что у вас Ж равно Ж и Миню дуально, то тогда это будет автоматически выполняться и оно будет совпадать с этим. То есть, уравнения вот эти стандартные решатся автоматически. В чем выгодно? Это уравнение первого порядка, а это уравнение второго порядка. Ну, ясно, что легче решать. Это ППСность. То, что мы раньше на том языке говорили. Так вот, решается вот это уравнение первого порядка. И его решение называется инстантоном. Теперь я напишу его явный вид. Вот это все уже не оно. На самом деле выглядит оно достаточно просто. Значит, это написано регулярно, это же потенциал пишется, поэтому его явный вид зависит от калибровки. Даже напряженность зависит от калибровки, но напряженность при перекалибровке просто поворачивается. Поэтому, так сказать, это не инвариант, но это то, что называется ковариант. Так? Оно просто как целое обкладывается матрицами поворота. А потенциал слегается на производную, он не ковариант. Он просто, не знаю как его назвать, он урод, на самом деле. Как в электродинамике то же самое. Так, поэтому явный вид решения для потенциала, конечно, зависит от того, в какой калибровке вы это пишете. Так вот, то, что я сейчас напишу, это называется регулярная калибровка. А еще есть регулярная, сейчас мы это все напишем. То есть решение выглядит так. То есть обращаю внимание. Никакой константной связи тут нет в этих уровнях движениях. Потому что констанция связи стоит здесь раз и навсегда. И тогда в напряженности никакой буквы Ж нет. Вот я только что как всегда стер, у меня такая привычка. Что как только что-то затер, она мне тоже понадобится. Так вот я его написал, там стоит производная та, плюс эбцелем аа. Никакой константной связи там нет, она вся вынесена. Ну и поэтому в решение этих уравнений, эти уравнения вообще буква Ж сюда не входит. Поскольку она в напряженность не входит. Ну и в решение поэтому не входит. Вот такое решение. Осталось тогда объяснить, что это за символ. Это называется символы ТОПТа. Это просто аналог эпселем антисиметричного, но более, так сказать, хитрый. Сейчас я его распишу. Это конкретное символ, плюс минус единица или иного. Так обозначено. Так, это все можно убрать. Ну и проще я распишу прямо по компоненту. Значит, А4 регулярно. Равно. Где? Здесь. Это временная компонента, а это пространственная компонент. Тут два сложаенных. Это векторное произведение Тауна И. Ну и знаменатели у всех одинаковые. Вот явно и видно. Так. Значит. Можно проверить. Если х погнать на бесконечность. Второй квадрат можно выкинуть. Так. И будет асинтетика по модулю типа единица на х. Ну бывает. Видно, да? Так вот. Так вот. То, что здесь будет написано, если выбросить р квадрат на больших х. Можно привести к такому виду, где эта матрица будет точностью в этой. Можно проверить. Что такое РО? Что? Что такое? Параметр. Решение. Любое РО будет решением. Ну а теперь физический смысл будем обсуждать. Это формально решение уравнений, что называется самодуальности. Что у вас самодуальная отвода, у которого электрическая напряженность равна магнитной. А когда она равна минус магнитной, называется антисамодуальной. Так. А, да. Значит. Это еще не все. Это не общий вид на самом деле. То есть вот в этом виде только один произвольный параметр РО. Его появление связано с тем, что классическая теория Янг-Милса, она не содержит ни одного. Вот это же меню квадрат. Это общий множитель. Он не имеет отношения к уравнениям движений. Так. И поэтому на классическом уровне это конфорно или скейлин-вариантно теория. В ней нет размерного параметра. Тем более, что константа связи безразмерна в любом случае в четырех мере. Так. Мне поэтому ясно, что на классическом уровне, если мы имеем какое-то решение, и потом все масштабы перескаленкуем на произвольной множите, то оно останется решением. Так вот этот РО, он это отображает. Что Если я изменю этот параметр РО, то я могу Х, соответственно, перескаринговать на Х. Ну, допустим, я заменю РО на лянда РО. Где лянда какая-то константа. Тогда я Х тоже перескарингую. Так. И вот это все умножится по размерности на единицу на лянда РО. Напряженность умножится единицу на лянда квадрат по размерности. А эта штука перейдет сама в себя и умножится единицу на лянда четвертую. А лянда здесь четвертая выскочит от Х. И это действие будет инвариант. Это скейловый вариант из классических уравнений, вернее, классического действия, потому что у вас лагранжан не содержит ни одного размерного параметра. Поэтому и решение содержит произвольные скейловые параметры. Какие еще тут есть параметры? На самом деле, здесь можно Х заменить на... Тут произвольный Х0 подставить. И ясно, что по трансляционной инвариальности я просто заменю переменную интегрирование Х на минус Х0. И, естественно, будет тоже решение. Это смешно уже не скейловая, а трансляционная инвариальности. Х0 имеет смысл центр ризонтона. Где он находится? В какой точке у него центр? В точке Х0 произвольны. И решение при любом Х0 будет тоже, конечно, решение. А дальше Х0 в четырехмерном смысле, это некоторое сферическое возбуждение. Которое на больших расстояниях вымирает, как единица на Х. Но только нетривиально вымирает. Топ-заряд. Если подставить это решение сюда в топ-заряд, то он равен единице. Про любой константин Ро и про любом Х0. Где бы ни был находился центр ризонтона, по трансляционной инвариантности ясно, что интеграл от этого не зависит. И от Ро не зависит. По размерности ясно. Но с решением в самом месте Х0 записать все линии Х0? Да. Вообще говоря. Но это еще не все. На самом деле, это вещи две штуки, которые очевидны на глаз. Что есть такая инвариантность, и есть такая инвариантность. Трансляционные скейллы. Есть еще одна уже нетривиальная вариантность. Придется поверить на слово. Что на самом деле, если взять просто это решение и сделать глобальный поворот, И вот этот поворот высокой пространства. В пространстве группы Су-2 имеется в вид. Это матрица глобального поворота в Су-2 в пространстве. А ОМИКа это три угла, три параметра поворота. Так? На самом деле, то что ничего не изменится, тоже очевидно. Потому что у нас же на самом деле все инградиентные варианты. И поэтому это рассматривается, фактически можно рассматривать как частный случай перекалибровки. Они только глобальные. Когда ОМИКа не зависит от Х, а просто фиксированные параметры одинаковые в любой точке Х. Так если у нас даже калибруется на свой вариант, так глобально, конечно, все инвариантно. Поэтому нетривиальным в этом заявлении является не то, что сделав любой глобальный поворот, решение останется решением. Это тривиально. Нетривиально то, что, когда мы смотрим, какая схема, я напомню. Мы нашли классическое решение. Теперь надо в функциональном интеграле написать, что А равно А классическое плюс квантовая фунтуация дельта А. И интеграл идет функционально именно по дельта А. А классическое решение это просто бэкграун фиксированное. Так вот, дальше смотрится решение, но надо интегрировать под дельта А. И я уже говорил, что когда константа связи маленькая, если я подставлю это инстантомное решение сюда и найду действие, то просто ясно, что если вот этот топ-заряд дал единицу, а топ-заряд вот чему равен, да? Но G ровно G двойное. Поэтому действие G квадрат и G на G двойное они равны друг другу, так? Но интеграл вот этого дает единицу. Поэтому интеграл от G квадрата даст 32 пик квадрата. Видно? И оно пойдет сюда в числитель. И отсюда действие на одно место. Тут нет минуса. Это просто интегрируется е в депень и минус действие. Вот тут минус есть. А на самом действии нет минус. Ну и поэтому действие одного инстантона это будет 32 пик квадрат и 4 G квадрат. Это есть 8 пик квадрат на G квадрат. Ну или, если хотите, 2 пи на А. Где G квадрат это 4,5. Так вот, если константа связи маленькая, то это число большое. Тогда, когда мы дальше начинаем раскладывать по флуктуациям, достаточно оставить только... Ну, поскольку это является решением уравнения на экстремум, то члены с первой степенью линейные по флуктуациям автоматически равны нулю. Потому что при них стоит множитель равный вот этим. А остаются... Начинается добавка только с квадратичных стенов по флуктуациям. Ну и будет что-то типа. В качестве это будет выглядеть так. Дель за А. Тут будет стоять D квадрат. Дель за А. А вот эта коммулянная производная, она в бэкграунде из устантонного классического решения. Это стандартно. Ну и поэтому интеграл под ЭДА дает детерминат вот этого D квадрата оператора. Знаменание. Ну, это Гауссов интеграл. Если оно, что вы интегрируете Протеикс в ее степени минус ХАХ. Ваш Х это Дель за А. А ваш А это Д квадрат. Так? Ну так, скажем, если делится на корень из А. Это НЛА. Нет. Значит, когда это всего просто число, то это делится на корень из А. Но здесь это локальный оператор в каждой точке по Х. И поэтому это будет произведение этого оператора по всем точкам Х. Если я скажу так, разложим, как обычно, вот эти поля оператора по собственным функциям этого оператора как по базису. То есть Дельта А, напишем, равно сумма по Н, СН, ФИН от Х. Где ФИН от Х такое? То, что Д квадрат, действуя на ФИН, дает лян до Н и ФИН. Собственная функция этого оператора. То тогда вот это выражение будет равно сумма по Н, сумма по К, ФИН, ФИГА, лян до квадрат Н. Так? Но теперь это все стоит под знаком интеграл Д4Х. Они автонормированы, этот базис, как обычно. Это Эрмитинский оператор. И поэтому под знаком интеграла, это Дельта символ. И снимет. И будет одна просто сумма по Н, лян до квадрат. Я тут обозначил просто лян до квадрат. Ну, значит, будет просто сумма по Н, лян до квадрат. И у вас будет Е в степени. Это сам экспонентистое их действие. Е в степени минус действие. И у вас будет действие иметь вот такой вид. А, СН потерял. Квадрат. 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 Так вот, интегрирование, вот это А, в этом фиксированном базисе, заменяется на интегрирование по всем ценам. Ну, вот это и есть бесконечное количество этих цен. Это и есть функциональный интеграл в этом базисе. Каждый интеграл по ценам, это вот такой интеграл. И он дает единицу на лян до Н, корень из лян до Н. Видно? Ну, а теперь у вас стоит сумма экспонент. Что есть? У вас стоит Е в степени минус сумма, вот это БР. Это из произведения экспонент, они все разделены. И поэтому это будет единица на корень из лян до Н, единица на корень из лян до Н, единица на корень из лян до Н, да? Из детерминации, вот этой штуки рассматриваем ее как матрица. Это ее собственное значение, а это произведение, это диагональная матрица в этом базисе, только бесконечно мерная. Сумма ПН идет от нуля до бесконечности. А детерминации это произведение ее собственного значения всех лянда. Ну вот, только это корень из детерминации. Вот и все. Здесь к нему мод не отходишь? Есть. Я потому не знаю, вот это все напомню, как это интегрироваться, потому что все проблемы с нулевыми модами. Есть тут нулевые моды или нет? Есть, конечно, потому что уже ясно-водно, что, например, в качестве флуктуации, ну в смысле отход. Вот мы взяли классическое решение. Вот его явный вид. С данным роста и с данным х0 стоит, да? Надо вот так в общем виде написать х-х0. Так, я опять думал, что за 10 минут в инстантно расскажу, но, как всегда, это уйдет час, как минимум. Вообще говоря, вот так надо писать. С произвольным положением центра и х-х0. Так? Так вот, еще раз говорю. Рассмотрим флуктуацию, которая будет состоять в том, что я изменю число ров. Так? Но, ясно, что когда я... Значит, что такое флуктуация? Это значит, мы берем добавку к действию. Вот я взял классическое решение. На нем получил, проинтегрировал, получил действие вот рано этому числу. Теперь я говорю, давайте немножко из урода дадим какую-то добавку дельта. И посмотрим добавку к действию. При произвольной добавке к дельта действие, конечно, изменится. Но если я буду брать специальную добавку, то она может и не изменится. Так вот, очевидно, что если я изменю букву ров и заменю на другое число, ров 3, да? То это можно рассматривать как добавку. Потому что разница между этим с данным ро и этим же выражением с другим ро, это же не ноль. Но, если я просто заменю ро на любой ро штрих и подставлю в действие, то действие не изменится. И добавка к действию будет равна нулю. А добавка к действию на этом языке – это вот эта добавка. И тогда ясно, что если я возьму фруктуацию дельта, состоящую в том, что я возьму это выражение при данном ро и отниму выражение при другом ро, это и будет моя дельта. Тогда такая функция дельта будет нулевой нода этого оператора. Вот вам будет нулевая нода, связанная с изменением ро. И четыре нулевых нода, связанные с изменением четырех вектора Х0. Я могу менять положение Х0 в четырехмерном пространстве, у него четыре координата. Вот уже пять нулевых нод. И еще вот эти три нулевые ноды, вот эти углы поворота. Всего восемь нулевых нод у инстантона. Ну восемь, они, конечно, все разные. Одна с КЛВ, четыре трансляционных и три поворота. Эти называются генчинные ноды. Они выглядят как больная перекалибровка, но они физически не являются перекалибровкой. Вот это самое нетривальное место. Дело больше. Когда мы пишем просто один инстантон и напишем его в таком виде, рассматривая опять это как фунтуацию по сравнению с неповернутым видом, то, конечно, действия не меняются, очевидно, и поэтому это тоже нулевая мода. И она на одном инстантоне, она всегда никак и ни в чем не проявляется, она как бы вылетает. Она нетривиально начинает себя проявлять, если мы хотим взять решение, например, двух инстантонов с зарядом двойка. Тогда физически оно состоит в чем? Что вот у вас как бы тут один инстантон в точке Х1, а другой инстантон с центром в точке Х2. Так вот эти поворотные моды, они поворачивают из-за спин этого инстантона. И ясно, что когда я вот в этой инстантоне из-за спин торчи сюда, в этом скажем сюда, но вернее исходно до поворота. Пусть они все торчат одинаково, но первый я поверну своими углами, а второй поверну на другие углы. И ясно, что если бы я их поворачивал одинаково, то тоже вообще все это тривиально инвариантно и ненаблюдаемо. Но если я их буду поворачивать на разные углы, то относительный угол между направлениями из-за спина 1 и 2 уже становится физически наблюдаемым, и от него действие уже зависит. Поэтому это не пустое место, вот эти поворотные моды. Физически они описывают, что есть взаимодействие между двумя инстантонами, зависящие от направления их из-за спины. От относительно, от угла между из-за спинами, что более-менее очевидно даже. Так хорошо, вернемся к нашему инстантону. Да, так вот на одном инстантоне есть 8 нулевых мод. Ну и поэтому, когда мы наберем по квасеклассике дальше, при малой константе связи, будет все то же самое, что мы делали там на монополиях, качественно то же самое. А именно, полная сумма набирается как редкий газ инстантона, когда они в среднем далеко друг от друга, плотность маленькая, потому что плотность пропорционально всегда автоматически стоит. Е в степени классическое действие, которое равно 2 пина альфа и очень большое число. Вернее, Е в степени минус 2 пина альфа. Так? И при малой константе связи, поэтому плотность этого газа, оно всегда будет содержать множитель Е в степени минус 2 пина альфа и будет экспоненциально маленьким. Газ будет очень редким. У нас было это все на монополиях передачи. Там был аналог этого тоже самого. Но, редкий-редкий, но он дает качественные эффекты, хотя численно подавленные экспоненциально, но такие, которые в теории возмущений просто тазисты на равные нулю. У нас уже на монополиях это тоже было. Ради этого только и рассматриваются топологические нитривиальные вклады в функциональный интеграл, потому что они дают эффекты, которые в теории возмущений вообще не видны. Альфа константа связи. И все эффекты вот эти топологические, они автоматически задержат множитель 2 пина альфа. Классическое действие на данном вашем топологическом решении. Попробуйте эту штуку разложить в ряд по альфа вокруг альфа равного нулю. Все члены ряда Тейлора равны нулю. Это существенная особая точка. В теории возмущений этих вкладов не видно. Но они есть. И они дают качественные эффекты. Я еще раз повторяю, то что мы делали вот перед этим, трехмерный Джорджик Лэйшелл, там в районе стантонов играли монополи. Потому что монополь с четырехмерной точки зрения это частица солитона. А с трехмерной точки зрения это вакуумная флуктуация, зависящая от всех трех координат. Это инстантон, только он трехмерный инстантон. А теперь мы смотрим инстантон четырехмерный. Он зависит от всех четырех координат. И от времени тоже. И время входит в эксквазоры. Это четырехмерные эксквазоры. Поэтому это не стационарное решение. Это не солитон. Это функция по времени. Значит, физически тут более наглядно, чем с монополием. А именно, можно найти такую калибровку, в которой все выглядит совсем уже наглядно. А именно, что при времени стремится к минус бесконечности, вот это все будет в этой калибровке вымирать. Просто автоматически. Быстро. То есть, вырубается на пустой вакуум, так сказать. При Т равном минус бесконечности. А при Т равном плюс бесконечности, он будет выходить вот на это, с вот этой нетривиальной матрицей У. И поэтому физически, он имеет простую интерпретацию. Он дает по времени туннелирование между пустым вакуумом с топ-зарядом 0, и нитривиальным вакуумом с топ-зарядом 1. Нитривиальный вакуум с топ-зарядом 1, это вакуум, в котором поле равно вот чему. Просто равно. Тогда напряженности равны нулю. Но это нетривиальная калибровка. Этот вакуум топологически не такой, как вакуум с А, просто равным нулю. Потому что, если бы это подставить в топ-заряд, то будет единица, а не нуль. И поэтому все пространство функциональное венгминсы наряжается на независимые сектора, характеризующиеся разным топ-зарядом. Это нуль, плюс минус единица, плюс минус двойка. Короче, характеризуется целым Солнцем положительным или отрицательным. И если он дает туннелирование между соседними вот этими вакуумами. Напряженности равны нулю в самом вакууме. Но по дороге, пока он туннелирует, напряженность не разумеет. Если вы поставляете это, находите напряженность, она не равна нулю. Интеграл от ее квадрата равен вотчему. Поэтому, эта флуктуация, которая возникает, например, в пустом вакууме, в котором А просто равно нулю, она по времени эволюционирует. Напряженность нарастает. А потом, через время порядка РО, это единственный тут масштаб, где РО фиксировано на произвольное число. Оно начинает убывать, напряженность. Но поле выходит не на нуль, а на чистую калибровку. И она топологически нетривиальна. И он выходит, в этом смысле, на вакуум уже не тривиальный, с которого начали с топ-зарядом нулю, а в соседнее функциональное пространство вакуум с топ-зарядом единицей. Энергия чьи? Энергия вакуума равна нулю. И с топ-зарядом единицей тоже? Да. Напряженность равна нулю. Поэтому, когда напряженность равна нулю, то... Вот, понимаете, тут есть, конечно, маленькая обманочка. Дело больше. Если взять этапы... Понимаете? Это же асимптотика. Вот, когда я говорю, что он туннелируется в одно вакуум и в другое, я беру время, как меняют минус бесконечности до плюс бесконечности. В этих двух формальных точках Х квадрат стремится к бесконечности. По сравнению с ним Ро квадрат выбрасывается. И тогда вот это становится чистой калибровкой. Но... Это такая калибровка, что... Если я выкину Ро, то вот это выражение, жено-жедуальное, в начале координат будет сингулярным. Ро регуляризует точку Х, равной нулю. Очевидно практически на глаз, да? Поэтому на самом деле, понимаете, что тут происходит? Большие Х, это всё равно что инстантон с данным Х, но Ро маленький. Так? И предел совсем больших Х, это предел инстантона, когда параметры Ро стремятся к нулю. Но... Интеграл... Топ-заряд... Он от Ро не зависит. Он равен 2 П на Альфа. Поэтому... Взять тут предел. Если вы просто Ро буквально по ложке равном нулю подставите сюда, у вас будет расходимость. Если вы оставите любое маленькое, но фиксированное Ро, подставите, вы получите интеграл единица. А после этого можете Ро стремить к нулю, а где у вас нет уже не зависит. Поэтому... Вот есть такая деликатная вещь. Что... Если просто выкинуть Ро, то вы заработаете сингулярность. И поэтому, когда мы говорим там, большие Х, время от минус бесконечности до плюс бесконечности, на больших Х Ро можно пренебречь. Это все формально правильно. Но это чисто формальные точки, когда Х гоним буквально тупо в бесконечность. И тогда все равно, что Ро гоним к нулю. Но это надо понимать пределы. Что если сначала ввести не нулевое Ро, рассматриваться как регуляризация. Маленькое, но не нулевое. То на самом деле, физически, это инстантом очень маленького размера. Его напряженность, я забыл описать, если по этому потенциалу, вот этому, поставить и найти напряженность, она же тоже будет конкретной. А физически смысл имеет именно напряженность, а не потенциал. Потенциал в разных калибровках можно менять до неузнаваемости. Поэтому я напишу сейчас явный вид напряженности. Напряженность тоже не инвариантная. Но квадрат напряженности уже инвариантная. А напряженность просто поворачивается. Поэтому она уже почти инвариантная. Так, где тут напряженность? Не она. Вот она. Вот она. Вот она. Вот она. Вот она. Это вот когда потенциал имеет такой вид Что видно по этой напряженности? На больших расстояниях Она вот такая Очень быстро спадаешь Напомню, что если бы это решение описывало какую-то заряженную частицу То напряженность на больших расстояниях должна была спадать как единица на х квадрат Тогда заряд по Гауссу будет не равен нулю А это инстантонная напряженность спадает очень быстро Поэтому этот инстантон с точки зрения зарядов Янг-Милса это не заряженная вещь Это нейтральный шарик Его суммарный заряд район нулю Там внутри конечно бегают леоны Но как в целом На больших расстояниях если взять Интеграл от него По поверхности двумерный То конечно При такой быстро спадающей напряженности По Гауссу повыше тянуть Какая деполь Это деполь Это деполь Это деполь Это четырехмерный деполь Не трехмерный А четырехмерный Ну поэтому Вот мы дальше будем разговаривать про дионы И это смысл будет Так Связь с Антоном будет такая Что Если завернуть время на колечко И это колечко сделать очень маленьким То в этом пределе появляются статические диодные решения Каждый диод Это тоже самодуальное решение Только оно теперь в статическом пределе от времени не зависит Оно зависит только от трехмерного вектора Х Так И Например один диод Описывает У него напряженность Уже будет спадать как единица на Х квадрат И это будет заряженное решение И у него будет магнитный заряд И по самодольности Равно ему электрический заряд То есть вот это будет выполняться У этого диода Я напишу потом в явный вид Но я напоминаю Что это в отклике Если вернуться в Минковский В отклике у вас все вещественные Если вернуться в Минковский То То Н Минковская Равно Облетет мнимую единицу Будет мнимой И напряженность электрическая У него тоже будет мнимой В Минковской Это он в отклике Весь вещественный Но Но Это как бы Не так страшно Потому что это не частит Это такая формальная Перевальная Траектория В функциональном Интеграле Дающая Дающая Минимум 10 Ну Поэтому Если она даже Заехала В комплексную Так сказать Область Если я беру Какой-то Какой-то Да И потом методом перевала Контуринтегрирования Вытащу В комплексную плоскость Интеграция От этого не меняется Это просто Способ впечатления Ничего страшного Не происходит Здесь Можно так это тоже Представлять В Минковском В смысле Что хотя У нас как бы В обычном случае Янгмилс Поле считается В Минковском Естественным А мы Если формально Это продлить В Минковске То получим Комплексное Поле Янгмилса Но в смысле Функционального Интеграла Ничего страшного Нет Это как перевал Вы просто Деформировали Нормально Так А Да Так вот Если взять Решение Дионное О которых По-видимому Мы уже Следующий раз Будем говорить Да То Вот Один Дион Например Выглядит так Ну Во вклипе даже Когда Все естественное У него будет Электрический заряд Условно Галя Деница И магнитный заряд Единиц Ну Единица В терминах Единица на G А Будет еще Решение Там Будет Четыре Решения Будет решение Вот такое Будет решение Вот такое Ну Это Первое число Электрический заряд Второе число Магнитный заряд По самодоонности они равны друг другу или равны минус друг другу Но есть четыре варианта Но Поэтому Каждый из них На больших расстояниях Дает Кулоновскую напряженность Складающую Как единица на Х Квадрат И Показывает Что это Заряд Такое решение Но если Вы возьмете Вот эту Пару Вот такой Дион И такой Дион Близко С центрами Близко И посмотрите На больших расстояниях То это Уже будет Нейтральная Эта Сама Система Как целая Так вот Эта пара Она Выходит На инстантонное решение На больших расстояниях Так Ну что интересно На больших расстояниях А Да Еще пару слов Про историю Вопроса Как только Появились Эти Инстантонные решения Были огромные Это был 75-й год Это не позавчера Давно И Сразу Люди Пришли в восторг И решили Что это То Откуда Можно получить Конфаймент КХД Что вот Инстантонные Нам И Там Было Значит Поляков Исходя из этого Сообразил Что Монопольное решение Если вы рассматриваете С точки зрения Трехмере Это трехмерный Инстантон Так И написал работу Которую мы уже обсуждали Трехмерный Янг-Милс Но только Хиггсов С Хиггсов И там бегает Газ Газ Монополии И они дают Массу Магнитному Фотону И Конфаймент Электрического Заряда Действительно Так Это особенно Подогрело На публику Со страшной силой И все начали Пытаться Использовать Трехмерный Чтобы получить Конфаймент В Янг-Милсе В Четырехмере Ну и в КХД Тем самым Как бы Уже подразумевалось Ну хотя бы сначала В чистом Янг-Милсе И основное Был цикл работ Гроз Гроз Дальше Гроз И кто-то Третий Уже не помню Ну не важно Вот они Начали Тебе набирать газ Из этих инстантонов И чтобы по аналогии С тем что сделал Поляков в Трехмере Тоже что-нибудь Типа получить Конфаймент Ну и сразу Поролись В основную Проблему Которая состоит в том Что Произвольнее Размеры Инстантонов За счет скены Варианты Когда в Острехмере Там К Янг-Милсе Добавлялся Хиггс И он Конденсировался Вакууме Нафиксированном Каком-то Феноль То размер Моноколя И масса В Что одно и то же Было Фиксировано Никакой Скены Вариантности Не было Как только Появился Размерный Конденсат Конденсат Финни Равный И поэтому Там Никакого Произвольного Размера Инстантона Не было Его размер Обратная Масса В Нормальный Конденсат В Нормальный Комтоновский Размер Штрих Штрих Центр Центр Которые Которые Могут Быть Произвольные Норм Альфа Короче Это Ну Как И Упульсы Как Где Надо Всегда Да Поэтому Вот Эта Альфа Становится Живой С учетом Петлевых Вопправок И Будет Выглядеть Единица На Альфа Будет Выглядеть Как Логарифм Вверх Ну Тут стоит Эффициент Равный Бета Функции Янгмилса Это Один из третьих Энцетов Где Энцет Человек Так Но это все стоит в экспоненте Слабая смесь означает Что Альфа должна быть маленькой Маленькой Альфа маленькая Действие большое То есть Логарифм большой Это значит Рог Должно быть Маленьким Ну Тогда Логарифм По модулю Будет большой Поэтому Если бы мы могли Держать Рог То Все было бы хорошо У нас Константная связь была бы Маленькая Действие Было бы Вот представьте Что вы заменили Рог На число Фиксированное РО Так что Вот это Не в ту сторону Как-то все Еще раз РО равно Единица На Мю А Можно написать Вот так Единица На РО Реально Вот Единица РО Это Мю Маленькая Константа Означает Большую Энергию Мю Или Маленький Размер РО Ну поэтому Ну да Надо лучше Внизу Написать Вот так Поэтому Если я взял Маленький Фиксированный Стантон РО То Это будет Очень маленькое Число И будет Здоровенный Логарифм Положительный И действие Будет Здоровенное Положительное И вклад Конечно Будет Подавлен 10 степени Минус 200 Это будет Экспонентально Малая И газ Будет Экспонентально Редкий Все как У нас было На монополе Ну и тогда Можно с ним работать И все будет Под контролем Но Толку от этого Быстро осознали Никакого нет Потому что Поле Спадает Очень быстро Это не зараза Это не поле И поэтому Эти стантоны Друг с другом На больших расстояниях Практически Не взаимодействуют Это получается Практически Идеальный газ От него Долгу Никакого Конфаймента Уже ничего От него полезного Не будет Вот Это было Довольно быстро Осознанно И все надежды Что из стантона Дадут Конфаймент Они хотя и рухнули Но наполовину В том плане Что пока Вы можете держать Руками Малый РО У вас будет резкий Редкий Газ Нейтральных Тепуль Который Ну там Слабо взаимодействует Но Быстро спадает Потенциал между ними Но Проблема в том Что интегрировать Это надо по всем РО Я не могу руками РО держать Инстантоны Произвольного размера Надо Просумевать Сист А как только РО Становится Порядка Единицы Налянда У вас Альфа Становится Порядка Единицы Вы заложите В область Сильной связи Там контроль Полностью теряется Никакая Квозиклассика не работает Теория Возмущения В общем все Рушится Поэтому То что можно сказать Что Вот такой Примитивный Подход С использованием Стантона В пределах Пока Интеграл Порог Вы руками Держите На малых РО У вас Статсума Эффективное действие Будет включать Интеграл Порог Ну и здесь Будет некоторое Эффективное РО Написывающее Взаимодействие Между инстантонами И антистантонами Но Порог Надо интегрировать От нуля до бесконечно По всем Возможным Размер И на больших РО Вы попадаете В область Сильной связи Никакая теория Возмущения Не работает Контроль Полностью теряется И что там будет Твориться Никто не знает Может там и будет Конфаймер Но ничего не возможно Это самое Проследить На этом все Застопорилось И И до сих пор Да А то что мы В следующий раз Будем рассматривать Когда мы Завернем на колечко И это колечко Будет иметь Радиус Маленький Радиус Этого колечка Будет играть Тоже роль Что и РО Здесь Но теперь Размер колечко В наших руках Размер колечко Радиус Это Обратная Температура Маленький Радиус Это Большая Температура Это все равно Что мы берем Сильно подогретый Янг-милс Ну тогда Вместо РО Будет стоять Обратная Температура То есть У вас Будет Вот так И при больших Температурах Альфа От большой Температуры Будет маленькое Логарифмически А действие Будет Логарифмически Большое И Вы Будете иметь Хорошую Слабую связь И все Будет Подконтроль И Можно будет Получить Хоть Чего Не буду Сейчас Говорить Что в итоге Получится Но все Подконтроль А здесь Интеграл РО Когда РО Становится Большим В инфракрасе При малых Энергиях Выходится Из-под контроля Потому что Вы попадаете В области Сильной связи И Ничего Невозможно Сделать Это Была Работа Каландашин Гросс Вспомнил Первый был Каландашин Гросс 78 78 79 Там Было Подряд Три Здоровенных Стать Так С тех пор Ничего не смогли сделать Так И Повисло Мертвым Гроссом Пробиться На прямой Вселенной связи Никто не может Параметра Нет Кроме Ленда Нет параметра Янгмелс Кроме Сям Н2 Кроме Н2 Н2 Суперенгмелс Что Н2 СУ2 Нет Н2 Суперенгмелс А Н2 Н2 Но Н2 Но Его решили Конечно Но его решили Частично Не то что вы там можете Посчитать Любую там Амплитуду Рассеяния Любой И они нашли только Низкоэнергетический Угрожан В пределе Самых низких Энергий Поэтому Он конечно Дает самую Интересную часть Что там Неожиданно Появляются Безмассовые Монополии В Козегласнике Монополии Очень тяжелые Это Солитон Солитон В области Слабой связи Это Тяжелевная Вот Такая Блява Вот А Оказывается Это в области Слабой связи А в области Сильной связи В Н2 Солитон Солитон Оказывается Что В определенных Точках В определенном Вакууме Монополиум Становится Безмассов Вот Это Конечно Нетривиальная Безмассов Но Но И это Конечно Нетривиальная Потому что Тоже Нет параметра Это Область Сильной связи При низких Энергиях Но За счет того На самом деле Страшно Как это сказать по-русски Система С дико Повышенной Симметрии Которая Ну Я люблю Английское слово Констрейн Что это Сильно Ограниченная Система Со страшной Так сказать Повышенной Симметрией И поэтому Удалось Как-то Обходными Методами Ее решили И нашли Низкодергетический Спектр масс Не все нашли А только Вот этот кусочек А чуть только Вы нарушите Симметрию Если вы сделаете меньше Н1 Янг-Милс Уже никто не может решить Все Н4 Супер-Янг-Милс Он Дегенеративная На самом деле Теория Туда нельзя вставить кварки Там только Глеоны И три набора Хексов Специальным образом Подобраны Чтобы была Расширенная Н4 Супер-Симметрия Но вставить туда кварки уже невозможно Они нарушают Н4 Но это уже не кварки Ну поэтому Это такая Игрушка Так сказать Конечно Может быть Там у него тоже Конечно Очень много Специфических Совершенно свойств Но попытка Их Получить С уменьшением Симметрии Они пропадают Эти Уникальные Свойства Настолько Все Все Специально Завязаны Что Чуть Нарушил Добавку Дал Которая Уменьшила Н4 Супер-Симметрии До Н2 Все Ку-ку Уже полностью Задачу Не решают Только Нискоэнергетическим Агронжаном Дается написать А про Н1 Так и говорить нечего Никто ничего не может сделать А без Супер-Симметрии Так тем более Ну вот на этой радостной ноте Мы сегодня закончим У needs Продолжение следует... Так М earned Считаю У меня Он Шаг Так